На этой неделе в среду фактически началось проведение 68-й сессии Словодческого городского совета, а точнее онлайн обсуждения вопросов, а их накопилось за последнее время около 80. Вначале быстро рассмотрели вопросы, к которым не было ни замечаний, ни уточнений. Эти вопросы будут рассмотрены уже на открытой сессии. Достаточно долго обсуждали вопрос об изменении регламента сессии и возможности их проведения в дальнейшем в онлайн режиме, но к единому мнению так и не пришли. Предложительной была и дискуссия о проведении озеленения города. Такие вопросы, где мы просто не будем иметь точно единственной думки по конкретному випадку. Комусь лавочки, комусь квиты, комусь проезды. Ну давайте тогда каждый пункт проголосуем уже на сессии, потому что сейчас мы же не переконываем один-один. Приоритет мы видим именно такой. Мы считаем, что озеленение города нужно поправлять, потому что за последние годы пришло тот статус, который не очень привабливый для нашего города. По лавочкам, ну так, лавочки треба в центральный парк, чтобы они появились там новыми. Можем повернуть старые, но мне кажется, что приоритет тут очевиден. Поэтому переконувати один-одного, ну давайте переконувати. Дайте пропозиції, ну або від комісії, або від групи вже краще, бо я так розумію, що тут позиція і групи є. Спільну пропозицію від групи, ми її розглянемо, знайдемо компромісний варіант, винесемо на сессию. Або на сессии проголосуємо кожен пункт окремо. Просто будем затягувати час, не хотілося б цього втрачати. Бо единого из думки мы все равно не знайдемо. Комусь подобаются квіти, комусь лавочки, комусь дорожки. А хтось каже, что треба велосипедник сделать, а велосипедник в місті дуже багато. Хотелось бы завершить программу благоустрою, как запропоновано было. Але я сомневаюсь, что ее можно взагалі когда-нибудь в житті завершить. Я не понимаю, как вопрос безопасности может стать в приоритете ниже, чем лавочки, квіточки і лавочки. Поэтому я предлагаю все-таки давайте мы остановимся на чем-то. Почему в прошлом году у меня вопрос не выполнили, эту программу? Почему в этом году опять мы ее откладываем на более позднее и вносим какие-то опять мероприятия? Мы, конечно, не найдем никакого компромисса, потому что компромисс между безопасностью и эстетикой, на мой взгляд, очевиден. Для кого-то может быть по-другому. Для меня, по крайней мере, так. Поэтому я прошу войти в положение жителей Белгородского квартала и все-таки оставить этот вопрос в приоритете. Здесь помимо 300 тысяч на одну, 300 тысяч на другую, то, что я уже озвучила, есть еще целый список мероприятий, которые не касаются красоты и благоустройства центральной части. То есть, например, я вам приведу вот такие списки, которые нам прислали каждому на почту, кто видел, обратил внимание. Черниговский квартал, покрытие плитковых, зруйнованных пешеходных дорожек асфальтобетоном, влаштувань 200 тысяч, влаштування покрытия на новому спортивному майданчику в будинок номер 12 – 200 тысяч. И таких мероприятий, начиная от формувания, заканчивая дорожками и всем остальным, на миллион 25 тысяч. То есть, помимо того, что я озвучила, вносится еще на ряд мероприятий еще почти миллион. Мне просто интересно, я опять вам очередной вопрос задаю, почему вот эти мероприятия вносятся, а то, что в прошлом году мы вносили и белгородские, и добрининские, и тбилисские, например, дорожки, это все просто убрали. Вот я не могу понять, почему одно убирается, другое вносится совершенно новое. В связи с техническими сложностями большую часть онлайн-сессий проводили только в аудиорежиме. Решили, что сама сессия пройдет 25 мая. Форму проведения сессий определят позднее.